Опять всю ночь за стенкой шумели соседи. Петр Иванович постучал пару раз. Бесполезно. Казалось, они только еще больше активизировались. Пьяно смеялась хозяйка квартиры, губнел мужской голос. Потом еще и музыку включили. Петр Иванович с трудом поднялся с постели, накинул халат. Шарко непослушными ногами вышел на лестничную площадку. Позвонил в дверь соседке. «Ну чего тебе, старый?» Молодая раскрашенная девица выглянула в приоткрытую дверь. «Света, уже второй час ночи», устала, сказал Петр Иванович. «Я не могу уснуть. Вы так шумите?» «Уснуть он не может!» Усмехнулась Света и крикнула вглубь квартиры. «Слышь, Саш, Иваныч уснуть не может!» «Да какие проблемы!» В дверях появился здоровенный бугай. Это был ухажер Светланы. И практически три-четыре раза в неделю в квартире по ночам творилось не весь что. Пьянки, гулянки, смех до утра. «Ты это, старик, может, снотворное примешь? Или водички, а? Спать будешь, как младенец!» Светка засмеялась. Саша этот ухмыльнулся и захлопнул дверь перед носом Петра Ивановича. Старик, понурив голову, пошаркал к себе в квартиру. Выпил успокоительного, лег в постель, прикрыв голову одеялом. Так меньше слышно. А соседи продолжали гулянку. Дело в том, что эти шумные соседи мешали только Петру Ивановичу. Другая квартира на лестничной площадке стояла пустая. А соседи снизу – люди глуховатые. Им все равно. Несколько раз Петр Иванович вызывал участкового. Но толку никакого. Сотрудник полиции пока приедет, соседи угомонятся. А Петру Ивановичу уже было восемьдесят лет. Слышал-то он хорошо. Вот только сердце пошаливало. А Светка эта как с ума сошла. Мало того, что ночами спать не давала, так еще окурков под дверь Петра Ивановича накидает. Старик жаловался главной по дому. Но там мимо ушей пропускала. Мол, вы соседи? Сами находите общий язык. И пил старик на ночь успокоительное, чтобы хоть как-то уснуть. Хотя доктор строго-настрого ему сказал – не усердствовать в этом деле. Вот и в ту ночь Петр Иванович задремал только после принятых капель. Ему вновь снилась его семья. Наташенька – жена. Сергей – сын. Наташа умерла больше двадцати лет назад. Сердце не выдержало от горя. Они тогда на Сережу похоронку получили. Страшно. Вроде мирное время, а где-то война. Ребята наши гибли. Говорили, что герои. Но кому этот героизм нужен? Только горе родителям. Сережа с детства мечтал быть военным. Занимался спортом, учился хорошо. Но для поступления в военный институт не хватало балла. А Сережа не отступал. Буду военным, сказал он когда-то отцу. И все тут. Пошел в армию на срочную службу. И вроде бы отслужил все. Достаточно. Но нет. Парень оказался упорным. Опять подал документы в военный институт. И тут удачи. Приняли. Родители Сергея были одновременно рады за сына и тревожно им было очень. Сыночек, военные, это ведь рискованно. Пыталась мягко отговорить его Наталья. Всякое же бывает. Мама, ну чего ты переживаешь? Смеялся только Сергей. Я ведь буду солдат воспитывать. Ты спокойной сейчас в стране. Какие войны в наше время? Отвоевали давно. Наташа кивала головой. А на сердце было неспокойно. Ну чего ты, мать? И правда. Отчитывал ее Петр. Гордиться сыном надо. Настоящего мужчину вырастили. Петр всю жизнь работал в школе. Историю детям преподавал. Учил на примерах великих людей. Быть стойкими, мужественными, не отступать от своей цели. Притом в памяти был пример родной отец, который молодым лейтенантом ушел на фронт в 1941 году. Героически воевал, но погиб в Берлине. Сынок, ты продолжаешь семейную традицию. Дед был героем. И ты обязательно. Не подведи, наставлял он Сергея. А потом, вздохнув, говорил. Ну только береги себя. Бать, не боись, шутил Сергей. Все будет хорошо. Сергей как раз окончил институт, когда вспыхнула горячая точка в нашей стране. Страшное, непонятное. Наталья с Петром, жав до болель пальцы, смотрели новости о военных действиях. Где-то там их сыночек. Сергей писал редко и коротко. Мол, жив-здоров, не волнуйтесь за меня. А потом тишина. Полгода не было невесточки. Петр Иванович ходил в военкомат, чтобы узнать хоть что-то. Сказали, не их ведомство, но успокоили. У военных так бывает, что нельзя писать. А может, не доходят просто письма. Однажды в их дверь позвонили. Наташа распахнула двери на пороге военной, растерянной какой-то. Я к вам, сказал он, пряча глаза. Сообщить вам надо. Военный прошел в квартиру и зачитал документ. Наташа с Петром только услышали, что героически погиб, защищая позиции. Свет померк. Их единственный сыночек, гордость и надежда, погиб. Похоронен там же. И не слышали родители благодарственных слов от военного за сына. Не видели орден, который он привез. — Почему? — кричала Наташа военному. — Почему ты здесь, а мой Сережа там остался? — Наташа, — плакал Петр, обнимая жену за плечи. — Не надо так, не надо. Он тут в чем виноват. А военный, правда, чувствовал свою вину, хотя и не было за ним никакой вины. Он извинился и ушел бледный, как мел. Видно, впервые такое поручение выполнял. Наташу вечером на скорой увезли. А к утру ее не стало. Сердце материнское разорвалось от горя. Как похоронил ее Петр, плохо помнил. Только стоял он на кладбище, а по небу клин журавлей летел. Это души Наташи с сережкой улетели. С той поры прошло больше 20 лет. Петр Иванович давно на пенсии. К нему регулярно бегают школьники с его бывшей школы. То по хозяйству помочь, то послушать о Сергее. Несколько раз приезжали журналисты, когда собирали материалы о героях той недавней войны. Петр Иванович охотно рассказывает о сыне, награды показывает, тот самый орден, да еще и медаль, которую через год после смерти сына вручили. За эти годы боль немного утихла. Но память осталась. И все бы ничего, только вот Светка соседка, донимаясь со своими ухажером. Стыда у нее нет совсем. А ведь ее мать Катерина даже дружила с его Сергеем. Помнит Петр Иванович, как бродили они с сыном в парке. Он их видел через окно. Парк-то рядом. Как пропадал потом сын где-то до утра. Сергей как раз после института был. Потом уже уехал воевать. Наташа с Петром даже думали, что не поженится. Не против были. А потом вдруг Катька замуж выскочила за какого-то бизнесмена. Вскоре и Светку эту родила. Наташа поначалу думала, что она дочка Сережи. Казалось ей, что похожа девочка на сына. Даже как-то шепнула Катюхе, мол, не Сережкин ли? Как тогда поднялась Катька? Разругались они в пух и в прах. Даже на похороны Наташа не пришла. А два года назад разбилась Катька с мужем на машине. Светка одна осталась. Но традиции материнские продолжала. С Петром Ивановичем не здоровалась. Вела себя гадко. Как будто ей это какое-то наслаждение доставляло. Но Петр Иванович был терпеливым. Да, он вызывал участкового. Но это было всего лишь дважды. Да и толку не принесло. Но однажды соседка вдруг ночью позвонила в дверь. Петр Иванович как раз хорошо задремал. А тут этот звонок. Пришлось вставать. Дошел потихоньку. Глядь, а это Светка. Чего тебе? Спросил старик сквозь дверь. Петр Иванович. А у вас топора нет? Пьяно спросила Светка. Нет, ответил Петр Иванович и пригрозил. Ложись спать, а то я полицию вызову. Ой, напугали! Засмеялась девушка. Сколько раз уже вызывали? Света! Петр Иванович распахнул двери. Ну сколько ты будешь издеваться? Это продолжается с тех пор, как Катя, мать твоя, погибла. Тебе что это доставляет особое удовольствие? Старик был разгневан. У него даже тряслись руки. Как же ему это все надоело. Наглая девица. Мне удовольствие? Хмыкнула пьяная Светка. А хотите по чесноку? Расширить квартиру хочу. Вот помрешь ты? Весь этот этаж себе заберу. Саша мой уже соседнюю квартиру выкупил. Ты нам только на лестничной площадке мешаешь. Вот скажи мне, когда ты помрешь? Девица качнулась в сторону Петра Ивановича. Лицо исказило злобная гримаса. Старик был потрясен. Так вот ради чего все эти ночные свистопляски. Квартиру она его хочет. Петр Иванович силой захлопнул двери. А утром пошел в полицию. Решил старик написать заявление. А, это вы? На входе его встретил участковый. Опять будете жаловаться на соседей? Да, именно на них, ответил взволнованный Петр Иванович. Они моей смерти ждут. Слушайте, ну это уже перебор, усмехнулся участковый. Мало того, что вы нас посреди ночи поднимали, мы приезжали, а соседи мирно спали. Так теперь вы обвиняете их не весь в чем. Вы слишком долго ехали, сухо ответил старик. Куда мне идти, чтобы заявление написать? К дежурному идите, ответил, словно отгрызнулся участковый и пошел во двор. Опять этот сумасшедший старик. Потом он одумался и вернулся в отделение. Надо же предупредить новенького дежурного, а то он и правда поверит этому старику. Надо просто его мягко послать. Чего с психами связываться? А Петр Иванович уже писал заявление, нацепив на нос старые очки. Ручка с трудом держалась в его непослушных трясущихся руках. Но он старательно выводил каждую букву. Участковый шепнул дежурному, что не стоит с этим стариком слишком возиться. Мол, сумасшедший. Дежурный понятно кивнул. Ясно, дедушка, прочитал он написанное Петром Ивановичем. Не переживайте, разберемся. Точно разберетесь? Недоверчиво спросил старик. Мне, может быть, к следователю надо пойти? Не надо. Я все передам. Да и нет сейчас следователя, ответил молоденький полицейский. На выезде он. Старик, понимающий, кивнул и вышел из отделения. А дежурный, не зарегистрировав заявление, тут же выкинул его в Орну. Прошла неделя. Петр Иванович ждал ответа из полиции. Но ничего не было. Тогда он позвонил в полицию и поинтересовался, как там его дело. Какое дело? Удивился другой дежурный. Но потом вспомнил, что ребята говорили о каком-то психе. Соврал. А, да-да, вас вызовут чуть позже в отделение. Следователь работает с вашим делом. Петр Иванович жизнь прожил. Понял, что врет ему дежурный. Решил, ладно, может успокоиться Светка. А она ночью подошла к двери старика и шептала в замочную скважину. Старый пень, тебя уже там заждались. Громко так шептала. Петр Иванович проснулся от этого шепота. А потом не мог до утра уснуть. Утром, весь на взводе, он вновь отправился в отделение. Там как раз собрались сотрудники полиции на летучку. Мимо старика прошли важные чины. Пробежали сотрудники попроще. Он попытался у кого-то что-то спросить. Но все лишь отмахивались. Петр Иванович пошел вновь к дежурному. Дед, тебе что надо? Устал и спросил полицейский. Сходи лучше в поликлинику. Пусть тебе там хороших успокоительных выпишут. Все, что вы говорите, полнейшая чушь. Ваш участковый все проверял. Ваши соседи вполне добропорядочные граждане. Эти добропорядочные граждане сегодня ночью мне в дверь шептали. Дрожащим голосом сказал Петр Иванович. Смерти желали. Слушай, иди отсюда. Полицейский насмешливо смотрел на старика. Никуда я не пойду, заявил старик. Я буду ждать ваше начальство. Ну и ждите, вздохнул полицейский. А в это время в кабинете начальника обсуждали рабочие вопросы. Совещание подходило к концу. Кстати, вдруг вспомнил начальник отделения. А что там за старик в коридоре? Я уже его не в первый раз вижу. Кому он приходит? Да, местный чудик. Легко ответил начальник участковых. Кажется ему, что соседи со свету его сживают. А что не так? Строго посмотрел начальник отделения. Ну, конечно, Гена проверял. Вполне нормальные люди. Молодая семья. Ну, может, иногда шумят чуток. А дед во все колокола звонит. Ладно, только смотрите. Чтобы не ошиблись, не успел начальник закончить фразу, как в коридоре послышался какой-то шум. Это Петр Иванович наконец-то устал ждать. Требовал в очередной раз ручку и бумагу. К нему подошли сотрудники, пытались уговорить деда успокоиться. Но старик, доведенный до отчаяния, что ему не верят, никого и ничего не слушал. Петр Иванович кричал, возмущался, грозил кому-то. Со стороны действительно выглядел не совсем адекватным. Внезапно он схватился за сердце. Что, старик, прихватило? Забеспокоились сотрудники полиции. Ну, зачем так нервничать? Сядь на стул, отдохни. Сейчас скорую вызовем. Не надо скорую. У меня свои таблетки. Прошептал Петр Иванович. И потянулся в карман портмоне, в котором еще таблетки лежали. Неловкими пальцами он нащупал блистер с лекарством. Следом за таблетками из портмоне на пол выпала фотокарточка. И прямо к ногам начальника отделения, который лично вышел посмотреть, что там за шум. Начальник поднял таблетки, протянул старику фотокарточку. Только на мгновение его взгляд задержался на фото. И он тут же побледнел. Кто этот парень вам? Срывающимся голосом спросил начальник отделения, указывая на фото. На нем Сергей смотрел на этот мир прямо и честно, в новенькой форме лейтенанта. Только что после института. «Это мой сын, Сергей», – слабым голосом ответил Петр Иванович. Положил таблетку валидола под язык. Вроде отпускает. Сын, начальник отделения, был потрясен. «Это же лейтенант, который спас нас тогда, пацанов-срочников». И воспоминания на миг вернули начальника отделения в далекую молодость. Когда-то он, 19-летний пацан, попал в самую заварушку. «Ничего, ребята, прорвемся», – успокаивал после каждого боя их лейтенант Сергей. «Они, 19-летние пацаны, верили этому лейтенанту, как Богу. Он их не бросит. И не бросил. Однажды ночью бой начался неожиданно. Ребята бились, как тигры. И тут рядом с ними упала граната. Она не разорвалась. Но чеки не было. А было их около десятка. Замерли и мысленно попрощались с этим миром. Но тут лейтенант резко кинулся к гранате и лег на нее. Он погиб. Но ребята остались живы. И Игорь, который в настоящее время был начальником отделения полиции. «Серега», – сказал вслух начальник отделения. Продолжал держать фотографию в руке. «Это тот самый лейтенант?» – спросил кто-то из подчиненных, который знал ту историю. «Да, этот человек спас мне жизнь. Мне и еще десятку желторотых солдат. Игорь поднял фотокарточку, чтобы все в отделении видели ее. Я живу только потому, что этот человек не думал о себе». Он повернулся к Петру Ивановичу. «Старик, спасибо вам. Я всегда помнил вашего сына. И никогда не забуду его поступок. Пройдемте ко мне в кабинет, поговорим». И Петр Иванович вместе с начальником прошли в его кабинет. О чем они там говорили? Подчиненным было неведомо. Только все немного были в шоке. Думали, простой чудик. А оказался отец героя. Нельзя так с человеком. Как-то неудобно стало всем. О Игоре немного поговорил о Сергее. Рассказал, как они служили под его руководством. Пообещал обязательно еще встретиться. Он ведь недавно переводом в этом городе. А потом начальник отделения расспросил о деле, которое привело старика в полицию. «Так, с вашим заявлением я еще разберусь. Виновные будут наказаны», – твердо сказал он. «Да не надо никого наказывать», – замахал руками Петр Иванович. «Я понимаю, что моя история действительно абсурдно звучит. Но это так. Я просто хочу спокойно дожить свои дни. А эта девица решила ускорить все. Я ведь почти не сплю». «Ничего, Петр Иванович, я лично проконтролирую ход расследования», – заверил Игорь. «Так и случилось. Решили взять соседку с поличным, когда она гадости делала. В квартире Петра Ивановича установили прослушку. На лестничной площадке камеру незаметно пристроили. И вот буквально на следующий день на столе начальника полиции был протокол со всеми доказательствами. Да, старика целенаправленно морально уничтожали. А ведь можно было все раньше сделать», – вздохнул начальник. «Ну и так хорошо. Теперь хоть Петр Иванович вздохнет спокойно». Когда соседи вызвали в полицию, пришел туда и Петр Иванович. Светлана сидела, опустив голову в кабинете. Молчал и ее ухажер. Следователь им пригрозил даже реальным сроком засадеянное. Поняли они, что нашли защитники у старика. «Я только одного не могу понять. Света, почему ты так ненавидишь меня?» Спросил Петр Иванович. «Что я тебе сделал?» «Что сделал?» Вдруг взвилась Светлана. «Да из-за вашего сына моя мать всю жизнь, как на вулкане, жила. Что же сделал мой сын твоей матери?» Удивился Петр Иванович. «Я наоборот помню, что они дружили». «Дружили?» Мама мне шепнула за неделю до своей гибели, что я дочка вашего Сергея. «А папа? Папа мне неродной!» Плакала Светлана. «Вы понимаете, папка, которого я всю жизнь любила, неродной!» «Дочка!» Старик был потрясен. «Так ты моя внучка?» «Света, и ты молчала?» «Да, молчала, потому что я считала вас виновным во всем. Это ваш сын. Не было бы его, я бы родилась от своего отца. Гражданка, какую чушь вы несете?» Не утерпел участковый, который был тут. «Вы сами понимаете, что говорите?» «Все я понимаю», – разозлила Светлана. Моя мама всю жизнь молчала, боялась, что папа узнает. Он очень был ревнивый. А потом это авария. Я осталась одна, понимаете? А я очень любила своего отца, хоть и неродного. Мне было обидно за него. Его всю жизнь омадывали. Он умер и не узнал правды. А мой сын умер и не узнал, что у него есть дочь», – тихо сказал Петр Иванович. Он вдруг совершенно перестал злиться и обижаться на Светлану. Да, тогда, когда она только родилась, Наташенька верно рассмотрела. Это их внучка. Только сейчас Петр Иванович понял, как похоже Света на Сергея. «Только вот поведение совсем не то. Ну что поделать? Кровь – это одно, а воспитание другое. И оно тоже многое значит». «Я не пойму», – решил уточнить участковую Светлана. «Вы, зная, что Петр Иванович, ваш родной дед, продолжали так себя вести? Как это объяснить? А что тут объяснять, начальник?» – ухмыльнулся сожитель Светланы. «После его смерти она бы доказала их родство и забрала себе его квартиру. Других весноцледников у него нет. Все из-за квартиры?» – растерянно повторял Петр Иванович. «Света, если бы ты мне все рассказала, я бы так тебе ее отдал. А теперь прости. Обидела ты меня, старика». И Петр Иванович ушел из отделения. Соседи с той поры присмирели. Видно, в полиции припугнули их хорошо. Светка старалась не попадаться старику на глаза. Сашка этот вдруг пропал, продав пустую квартиру. Вскоре там поселилась молодая семья с двумя ребятишками. Иногда было шумно, но Петр Иванович даже любил слушать детский лепет. Прям душа радовалась. Петр Иванович общался с новыми соседями, которые оказались милыми людьми. Настя и Андрей – оба учителя. Из деревни приехали. Заметил старик, что каждые выходные срываются они с детьми и едут сумками продуктов куда-то. Оказалось, что в деревне остались родители Насти. Старенькие, немощные. И перевезти их в город некуда. «Ну ничего, мы уже привыкли путешествовать», – улыбался Андрей. «Вот бы их рядом поселить», – вздохнул Петр Иванович. «Да, но это только мечта наша. Нам столько не заработать денег. Эту квартиру в ипотеку взяли», – грустно добавила Настя. Вроде бы на этом разговор окончился. Но через месяц умер Петр Иванович. Светка, притихшая за последнее время, вдруг оживилась. И тут выяснилось, что старик оставил дарственную в пользу Насте. А Светлане только письмо, в котором только три слова. «Это твой отец» и фотографии Сергея в лейтенантской форме. А еще орден с медалью.